Здравствуйте! В эфире программа Диалог. Сегодня с нашей гостьей мы будем говорить о работе областной нотариальной палаты. Присоединяйтесь! Маргарита Анатольевна Жорова, председатель Гомельской областной нотариальной палаты. Родилась в городе Новозыпкове Брянской области. Закончила юридический факультет Белорусского государственного университета имени Ленина и Академии управления при президенте Республики Беларусь по специальности государственное управление. Трудовой путь начинала рабочий Новозыпковского мясоптицекомбината. Работала статистиком Новозыпковского горкома в ЛКСМ, государственным нотариусом, заместителем начальника главного управления юстиции Гомельского областполкома. В декабре 2013 года избрана председателем Гомельской областной нотариальной палаты. На вопросы, которые касаются деятельности нотариуса, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Свои сообщения вы также можете отправить в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Маргарита Анатольевна. Рада видеть вас у нас в гостях. Добрый вечер. Прежде чем мы начнем нашу беседу и будем принимать вопросы от телезрителей, уже по сложившейся традиции, короткий анонс событий наступившей недели. В кампании по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва наступает самый ответственный период. 12 ноября стартует досрочное голосование. Основной день голосования 17 ноября. Избирательные участки будут открыты с 8 до 20 часов. В Ветковском районе 14 ноября состоится траурный митинг и церемония перезахоронения останков 147 воинов, погибших в боях за освобождение этой территории осенью 1943-го. Останки найдены в результате поисковых работ весной и летом этого года. Установлены имена 133 павших воинов. С 14 по 16 ноября Гомель станет центром притяжения для самых талантливых и творческих людей. В Международном фестивале искусства Гомельфест примут участие конкурсанты в пяти номинациях – вокальное, хореографическое, инструментальное, театральное и изобразительное творчество. В пятницу 15 ноября начнутся торжества в честь тружеников села, посвященные Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. До 23 ноября они пройдут во всех районах области. Первыми принимать поздравления с профессиональным праздником будут представители Гомельского, Добружского и Калинковичского районов. За событиями жизни региона следите на нашем канале «Беларусь-4 Гомель». А сегодня не упустите возможность задать вопрос заслуженному работнику юстиции Беларуси Маргарите Жоровой. Очень рекомендую. Маргарита Анатольевна, в самом разгаре избирательная кампания. Завтра уже начинается досрочное голосование. Как бы вы ответили на вопрос, почему важно прийти на свой участок и сделать выбор? Ну, наверное, я могу ответить как юрист. Конституция дала такое право участвовать как раз в государственном управлении, в том числе в законодательном процессе. И человек, который живет в стране, он должен быть гражданином. И, естественно, если он не пойдет на выборы, то он повлияет на то, что могут выборы не состояться, может не произойти выбор человека, и кому-то другому, в общем-то, не даст сделать свой гражданский выбор. Поэтому я рекомендовала голосовать, может, каждый за кого угодно и как угодно. Но то, что активная жизненная позиция должна быть у человека, это однозначно. Конечно, на выборы надо ходить. А вот интересуется, ваши знакомые у вас, что конкретно от моего голоса в этом случае зависит? Ну, конечно, спрашивают. Ну, во-первых, явка, на эти выборы есть пороговая явка. Должно быть более половины населения, которое внесено в списки. И если кто-то не явится, кто-то поленится, то, естественно, выборы могут и не состояться. И я объясняю это тем, что, выбирая кого-то, высказывая свою позицию, мы участвуем в процессе создания нового какого-то общества, гражданского общества. Человек должен быть в правом порядке, достаточно воспитан. И если ты знаешь Конституцию, знаешь законы, и еще предполагаешь, что кто-то от твоего имени будет участвовать в законодательном процессе, то это замечательно. Надо обязательно высказывать именно свою позицию. Вы изучили уже фамилии, кандидатуры, биографии, программы кандидатов, которые баллотируются в вашем кругу? Надо отдать должное. Наша избирательная участковая комиссия прислала нам уже, наверное, не 10 тому назад и приглашения на выборы, и агитационные материалы, которые должны быть с биографиями. Мы посмотрели, у нас 4 кандидата. Естественно, есть и молодые кандидаты, есть постаршие, есть представители различных, вот и партий даже. Я посмотрела вообще по списку, который был напечатан в гумерских ведомостях. У нас достаточно широкий спектр кандидатов в депутаты. Поэтому есть из чего выбирать по интересам, по программам. Если внимательно читать, то можно найти для себя рациональное зерно именно своего восприятия жизни и восприятия нашего общества. То есть выбирать нужно человеку, с чьей жизненной позицией, с чьей программой внутренне готов согласиться. Готов исполнять эту программу, потому что один депутат это не сможет сделать. Он опирается всегда на своих избирателей. А в день выборов нотариусы будут работать на участках? Ну, как правило, у нас традиционно сложилось так, что создаются юридические группы, и всегда местные исполнительные органы приглашают наших нотариусов как квалифицированных юристов поработать в юридических группах. Это значит, что они работают с гражданами, которые, может быть, не успели сходить в юридическую консультацию, не побывали у юриста на своем предприятии, их интересует какой-то вопрос. Поэтому нотариусу дают именно ответы на те вопросы, которые касаются нотариальной деятельности, гражданского права, в общем-то, в своей компетенции отвечают. Это будет бесплатно? Да, конечно. То есть можно будет... Это в основной день голосования? Это в основной день голосования. Ну, я не скажу, как на всех ли участках будет, потому что приглашают, в общем-то, администрации, если создаются такие группы. Но там, где приглашают, у нас традиционно в Калинковичском районе работают, в Мозорском районе, у нас в Центральном районе города Гомеля работали всегда юридические группы. Поэтому, если увидите юридическую группу, подходите. Нотариус всегда ответит на вопросы. Как-то они будут обозначены, да, что работает юридическая группа на этом участке. Можно подходить и получить... Ну, как правило, так и написано, юристы или юридическая группа. Насколько активно, вот, по вашему опыту люди пользуются такой возможностью? Если говорить о прошлых выборах, то, например, вот, нотариусы нашего центрального... Нотариальной конторы Центрального района говорили, что приходили люди, порядка 10 человек, которые конкретно интересовались именно гражданским правом. Ну, те вопросы, которые касаются других прав, уже отвечали другие юристы. Законодательство страны – это как раз сфера ответственности депутатов парламента. А законодательство меняется достаточно часто. И, конечно же, нотариусы должны быть постоянно в курсе всех происходящих изменений. Маргарита Анатольевна, как вы повышаете профессиональный уровень сотрудников? Ну, я хочу сказать, во-первых, что у нас даже есть депутаты, нотариусы от Хойникского районного исполнительного комитета, заведующие нотариальной конторы Кравченко, Валентина Альфредовна. То есть она непосредственно в районе участвует в законодательной деятельности. А вообще нотариусы живут постоянно обучением. Почему? Потому что нельзя отставать от закона. Как бы там ни было, они же и просвещают, и население, то есть готовят гражданское общество, правовую культуру подтверждают. У нас один из принципов нотариальной деятельности – это уважение к закону. То есть мы развиваем уважение к закону. Поэтому если сам человек не знает, профессионал не знает, как ответить на вопрос, это очень стыдно. У нас работает при БНП научно-методический обучающий центр, в котором проходит повышение квалификации все наши нотариусы. И вы знаете, эти курсы достаточно широкий спектр вопросов, начиная от конфликтологии, общих вопросов профессиональной этики, заканчивая чисто профессиональными вопросами совершения нотариальных действий. Поэтому есть где образовываться, и при желании можно это повторять, повторять и повторять. Поэтому нотариусы как раз и рассчитаны на то, что он вечный студент. А молодое поколение также относится к этой профессии? Приходят в ваши ряды пополнения? Приходят. У нас очень большой резерв на нотариуса. То есть ведет его БНП, но принимаем заявление, мы отправляем туда очень большой резерв. И становятся люди различных возрастов. Но вот у нас мы работаем почти 6 лет. За это время у нас только пришло 2 новых нотариуса. Было 3 стажера. Но один не сдал квалификационный экзамен, то есть подготовился не совсем четко и на повторную пересдачу не пошел. Но вот двое пришли к нам. Но если говорить вообще о пополнении, мы бы с удовольствием пополняли. Но дело в том, что ограничения в возрасте работать нотариусом нет в законе. И хотя у нас очень мало людей пенсионного возраста, у нас основная масса – это лица, которые имеют 20 лет трудового стажа. Это самый трудоспособный возраст, который готов еще работать лет 20. Поэтому, конечно, если работает очень хорошо и развивается хорошо, то вы такого человека не отпустите. Конечно, конечно. Маргарита Анатольевна, а какие требования должен выполнить претендент на должность нотариуса? Ну вот, во-первых, пройти стажировку. Стажировка должна быть не менее одного года. До этого он должен иметь трехлетний стаж юридической работы. При этом это, конечно же, высшее юридическое образование, опыт определенный. И когда стажируется, назначается руководитель, программа идет, учат, сдает какие-то там временные промежуточные экзамены, а затем едет на квалификационный экзамен в Министерство юстиции. И вот там уже выдерживает экзамен и получает свидетельство на право занятия и осуществления нотариальной деятельности. Кроме этого, у нас по закону должен принести присягу, провести страхование своей деятельности профессиональной, гражданской ответственности, чтобы нести. И после этого приступает к работе. То есть, в общем-то, достаточно тяжело. И учиться вопросы, утвержденные Минюстом, они, конечно, из общего права. Но экзамен есть экзамен. Да, а это всегда дело ответственное и волнительное. А как вы оцениваете работу нотариусов? Наши корреспонденты поинтересовались мнением гомельчан, как работников нотариата, так и простых прохожих на улицах. Очень было профессионально, замечательно. Девочки молодцы. Как бы и без очереди. Все культурно, все красиво. Спасибо за работу. Я работаю в организации, которая строит жилые дома. Являюсь представителем здесь застройщика Минского в городе Гомеле. Все сделки оформляю только в этой нотариальной конторе. То есть вообще приходишь, договора уже все составлены очень грамотно. У людей никаких вопросов не возникает, в частности даже вот у наших клиентов. Все нотариусы доброжелательные, отзывчивые. Всегда как бы и время назначают так, чтобы клиенты были довольны. Никаких вопросов, нареканий нет. Очень довольна своей работой. Работа – это второй дом. Как же без этого? Раньше приходим, позже уходим. Клиентов любим всех своих. Мне приятно работать с тем нотариусом, с которым я столкнулась. Очень-очень хорошее обслуживание, очень. Ну, все хорошо. Мне нравится. Написала завещание, потому что я после тяжелой операции, мало ли что со мной случится. Советы дала хорошее, дала время дома написать, чтобы я тут не трудилась. В общем, я довольна обслуживанием и вниманием ко мне. Работа сложная, но она очень нужная, потому что совершаем нотариальное действие от имени государства. То есть даем нашим людям защиту их прав, интересов. Ну, понятно, что работа с людьми сложная, да. То есть к людям нужно находить подход. То есть даже можно сказать, что людей нужно любить, их нужно уважать, нужно их понимать, уметь их выслушать, но вместе с тем предложить им, скажем так, решение вопроса именно в соответствии с действующим законодательством. В прямом эфире «Диалог». Мы говорим сегодня о деятельности нотариусов. Готовьте ваши вопросы, мы их выслушаем и ответим. Маргарита Анатольевна, а бывает, что вы недовольны работой сотрудников нотариата? К сожалению, бывает. Почему? Вы знаете, ну, во-первых, наверное, каждому человеку свойственно ошибаться при исполнении своих профессиональных обязанностей. Но наши ошибки чреваты последствиями, которые касаются интересов и прав граждан. И поэтому, конечно, когда нотариус ошибается по неосторожности и неумышленно, то, может быть, это оценивается по-другому, чем если бы он это сделал умышленно и препятствовал как раз защите интересов граждан. Но, к сожалению, не всегда же все ладно, и поступают обращения. Но у нас работает, вот для того, чтобы не было таких случаев, работает дисциплинарная комиссия, которая состоит из членов нашего, нотариусов нашего Гомельского нотариального округа. И как бы товарищи по работе, которые непосредственно знают эту работу тоже от А до Я, вот они рассматривают материалы. Поэтому не хотелось бы иметь случаев. Но, как правило, жизнь иногда преподносит сюрпризы. И это большое сожаление вызывает. И, наверное, если такой случай один на сто бывает, да, и один в десять лет, все равно мы очень долго помним его, разбираем, рассматриваем, не скрываем свои недостатки, выносим на обсуждение всех нотариусов. То есть для нас это трагедия, когда неправильно что-то совершено нотариусом. А человеку, обратившемуся в данном случае, возвращаются? Ну, во-первых, у нас же есть понятие, как восстановить права. И это судебная защита. Все действия, которые совершаются нотариусом, по закону человек может обжаловать в судебном порядке, восстановить свои права, признать там договор недействительным, завещание недействительным. То есть суд восстанавливает права. И если есть нарушения со стороны нотариуса, то мы вот как раз страхуем, гражданская ответственность, да, страхуем свою деятельность. И нотариус теперь отвечает своим имуществом за ошибки, которые он совершает. Да, мы имеем возможность восстановить права. Но, как говорится, сделать-то все можно, но ложка дегтя может испортить бочку меда. И это потерянное время? Да, и при всем при том, что вот хорошие отзывы о нотариусах, да, но при всем при этом не хотелось бы, чтобы когда-нибудь кто-нибудь вспоминал и говорил, а вот было время, когда нотариус нарушил мои права. Поэтому это очень огорчает. Как я знаю, именно сейчас нотариусы проходят аттестацию. Насколько успешно это проходит? Вот вы знаете, наш округ начинает 9 декабря. До нас уже с 28 августа прошли нотариусы двух округов. И я хочу сказать, что квалификационная комиссия относится к этому делу очень серьезно. Есть нотариусы, которым назначена переквалификация через 6 месяцев, то есть как бы с переаттестацией проходят. Есть нотариусы, которые сами решили не идти на аттестацию, потому что подумали, наверное, что не все мы знаем, чтобы ответить. Ну, а аттестация как раз дает повод задуматься, все ли мы делаем над своим образованием, все ли мы верно совершаем в отношении граждан, как мы себя ведем, как мы исполняем правила профессиональной этики, почему именно я поехал на очную аттестацию, да, и меня спрашивает комиссия. В общем, это, наверное, переоценка своей деятельности профессиональной. В наш такой суперсовременный век, цифровой век, многие сферы претерпевают изменения. Влияют ли высокие технологии на работу нотариусов? Ну, конечно. Если учесть, что я уже почти 40 лет в юстиции работаю. Есть с чем сравнить. Есть с чем сравнить. Были такие машинки печатные, Москва, етрань, да, которые заедали, западали. И это все нужно было печатать. Если сделала ошибку, нужно было перепечатывать все. Сегодня у нас есть своя единая информационная система, которая позволяет нотариусу работать с применением технологий. Там программа совершенствуется каждый раз. У нас сразу создаются базы данных, которые есть. Вот мы работаем с 16-го года, с января. И я должна заметить, что наши нотариусы очень хорошо освоили ее. Это помогает, во-первых, быстро обслужить, во-вторых, перепроверить определенный момент сразу. Распечатать, показать человеку, снова что-то сделать в ускоренном режиме. И действия есть такие, которые теперь делаются с помощью технологий. Можно прямо на сайте Белорусской нотариальной палаты проверить. Конечно. У нас, кстати говоря, сайт созданный, да. И там есть база данных, например, открытых на следственных дел, можно проверить. Кроме всего, можно проверить, сегодня отменена ли доверенность, или нет. А вот в конце ноября будет слушаться проект нового закона, в новой редакции нашего закона о нотариате и нотариальной деятельности. Там уже введена норма, что и все удостоверенные доверенности должны быть на сайте размещены, чтобы можно было искать. А пока только отмена. То есть формально получается, что человек может поглядеть на сайте, открытые ли у нас следственное дело, у какого оно нотариуса, как туда проехать. То есть информация полная. Но при этом я хочу сказать, что все равно наши нотариусы еще и пользуются тем, что иногда созваниваются с нотариусами иностранных государств, то есть бывшими союзными республиками, для того, чтобы перепроверить, переуточнить. Формально век технологий помогает работать, но человеческие отношения все равно где-то в каком-то виде препятствуют мошенничеству, препятствуют тому, чтобы люди с поддельными документами не приходили. Ну а в целом, конечно, нотариусу надо быть очень внимательным при работе с документами и с гражданами. Главное качество, наверное, да? Да. И знаете, как бы там ни было, пытаются иногда принести и поддельные документы. Вот у нас было большое дело одно, которое было завязано на поддельный паспорт российский. То есть как бы надо было посмотреть... А с какой целью понадобился человек? Ну с какой, чтобы завладеть недвижимостью. То есть формально человек, который готовился к этому, чтобы сделать, он нашел человека похожего, переделали где-то в России каким-то образом паспорт, приехали с доверенностью и пытались завладеть чужим имуществом. И, кстати говоря, сами нотариусы обнаружили поддельные документы и сами сообщили, в общем-то, соответствующие органы, чтобы перепроверили весь этот вот пакет документов. Хотя, конечно, уже до этого они совершили несколько сделок. Поэтому нотариус, конечно, он несет ответственность за свои действия, но и старается предостеречь людей, чтобы перепроверяли данные ситуации. Когда оформляешь сделки по недвижимости, надо быть очень внимательным. О ежедневной работе нотариусов у нас подготовлен сюжет. Давайте все вместе посмотрим, а через несколько минут мы вернемся в эту студию. Оставайтесь с нами. В списке самых больших городов Беларуси Мозырь занимает 12 место. Сейчас здесь проживает около 110 тысяч человек. Из последних городских новостей всех желающих приглашают принять участие в районном этапе конкурса «Мисс Беларусь». Инвесторам предлагают приобрести земельные участки. Для специалистов проводится семинар, организаторы которого обещают научить продавать больше с использованием интернет-технологий. В общем-то, обычная жизнь районного центра. В нотариальной конторе номер два за городскими новостями следят внимательно. В конце концов, нотариусы тоже жители этого города. Другое дело, что в отличие от остальных, им приходится постоянно помогать людям в решении возникающих вопросов, составить завещание или заключить брачный договор, удостоверить доверенность или выдать свидетельство о праве на наследство. Работа с людьми по восемь часов в день – на такое способны только настоящие профессионалы. Иногда в нотариальную контору приходят очень расстроенные граждане из-за своих каких-то психологических нагрузок. Тем более мы оформляем наследственные права из-за потери какого-то близкого ему человека. Поэтому нам надо уметь с ними общаться, работать, не расстраивать и донести ту информацию, которую необходимо им рассказать. В основном у нас нотариусы уже с большой практикой работы стараемся не срываться, потому что это наша работа, тем более что это работа с людьми. Количество нотариусов в стране ограничено. Их предельная численность установлена Советом министров по согласованию с президентом. Именно нотариусы обеспечивают конституционное право каждого на юридическую помощь. Для того, чтобы стать нотариусом, необходимо не только иметь высшее образование и как минимум трехлетний стаж по юридической специальности, но и сдать достаточно сложный квалификационный экзамен. Зато теперь они могут помочь решить любую юридическую проблему, находящуюся в их компетенции. Достаточно проблематично может быть наследство, потому что люди часто не вовремя обращаются, когда чуть-чуть пропущен срок уже, они где-то вспоминают, где-то уже утеряны документы, что-то забыто. И когда уже происходит восстановление этих документов, тогда это может занять какой-то промежуток времени. Впрочем, несмотря на значительную нагрузку, не забывают нотариусы и об общественной деятельности. В этом году нотариальная контора номер один Мозырского района получила диплом Гомельского нотариального округа за лучшее изготовление новогодних игрушек. Эти игрушки потом украсили праздничную елку в местном детском доме, с воспитанниками которого у нотариусов самые теплые отношения. У них здесь даже есть своя подшефтная группа. Мы за собственные средства приобретаем подарки деткам на дни рождения. И когда у деток день рождения, мы приходим к ним в гости. Покупаем шары, подарки, угощения и идем. Дети к нашему приходу всегда готовятся. Дети настолько раскрепощены. Они вот эти все самодеятельности номера прямо нам концерты целые устраивают. Да, ходим к ним на эти праздники. В основном это дни рождения. Ну и так уже, если они приглашают просто, допустим, они делают выставку своих поделок и приглашают. Придите, пожалуйста, мы посмотрим. И вы там выберете себе что-нибудь, мы вам подарим. И с благодарностью. Вы смотрите Диалог у нас в гостях. Председатель Гомельской областной нотариальной палаты Маргарита Жорова. Маргарита Анатольевна, традиционные вопросы нотариата. Оформление наследственных прав и удостоверение сделок с недвижимостью. Ну, читала, что в последнее время более трети всех совершаемых действий – это учинение исполнительных надписей. То есть этим правом, которое относительно недавно появилось у нотариата и у людей, люди пользуются достаточно активно, чтобы взыскивать деньги изложников. Вы знаете, вот я посмотрела за 9 месяцев статистику. 133 тысячи мы действий совершили за это время. Из них 47 – это исполнительные надписи. И большая часть, почти 80%, это те надписи, которые взыскатель, подавая заявление, освобожден от уплаты нотариального тарифа. И я вот хочу сказать, что это более короткий путь к тому, чтобы вернуть долг, вернуть какие-то государственные платежи. В основном, конечно, чаще всего это коммунальные платежи, должники. Но это упрощенный путь бессудебный, разбирательство бессудебного. Бесспорно. Представляется пакет документов, который указан в козе, и нотариус совершает исполнительную надпись. Надо отдать должное всем юристам, кто работает с нами. Они уже привыкли, как правильно готовить пакет документов. Это достаточно быстро делается, хотя объем очень большой. Есть некоторые конторы, которые в месяц делают по 500 исполнительных надписей. Это большая нагрузка. А я помню, еще совсем недавно, несколько лет назад, мы с вами обсуждали введение только такого новшества. А оказалось, что... Да, уже нормально. И вы знаете, набирает ход, потому что, если говорить о качестве этого нотариального действия, то, наверное, оно популярно, потому что многие, кто хочет в суд пойти, не имеют возможности заплатить пошлину. Здесь освобождено. Либо не может собрать весь пакет документов, необходимый именно для судебной защиты. Поэтому, наверное, не зря государство приняло такой документ, чтобы помогать возмещать ущерб и делать все остальное, что необходимо. То есть работает эффективно? Работает эффективно. Это норма. А какие нотариальные действия самые редкие, можете припомнить? Удивили чем-то вот в этом году люди? Ну вот, за время работы в новых условиях нотариата не было ни одного, ни одной передачи документов на хранение. Есть такое, принимает нотариус, может принимать документы на хранение. Не было по статистике. Очень редко бывает свидетельствовано времени подачи документа, представления документа. То есть, если вот есть, например, люди приходят и устанавливают факт нахождения человека в живых или тождественности с фотографией, то как раз время предоставления документов крайне редко. Ну, есть те, которые не так часто, но все-таки есть это соглашение, вот и об элементах теперь начали, но их очень мало. И как-то наше общество не хочет облегчить себе ситуацию, почему-то в судебном порядке взыскивают элементы, хотя можно решить эту проблему у нотариуса. Ну, а в целом, наверное, все-таки обращение граждан к нотариусу системное и приблизительно одинаково каждый год. В скором времени у нотариусов можно будет проставить апостиль. Пока же за этим нужно отправляться в Минск, а можно будет, да, у любого районного нотариуса. Да, вот чтобы ответить на этот вопрос, надо сказать, что такое вообще апостиль. Апостиль – это установленная Галакской конвенцией 61-го года, которая присоединилась в Беларусь. Это требование, так сказать, к упрощенной легализации документов. Это проставление определенного штампа, в котором указывается организация и фамилия человека, который совершил эту запись. То есть формально апостиль – это подтверждение того, что этот орган есть в государстве, что человек этот работает в этом органе, что ему позволительно. Это относится к компетенции его, проставлять такой штамп. Сейчас у нас есть органы, которые определяют, определены государством. Это Министерство юстиции в отношении всех документов из юстиции, полученных департаментом по архивам. Это те документы, которые архивные, департаменты, значит, Министерство образования, документы образования. А сейчас вот те документы, которые поступают в Министерство юстиции, будут апостиль и проставлять нотариус. Есть просто проект указа, в котором прописан порядок, процедура. Мы ждем его и надеемся, что он скоро будет. Но это порядка где-то вот в Гомельской области. Сейчас это управление юстицией делает, наше главное управление юстицией. Ну, вот, как говорят специалисты, чуть более 500 апостиль и проставляется. Ну, значит, не надо будет людям ехать никуда. Будет гораздо проще. Да, у каждого в своем районе пришел к нотариусу и сделал то, что ему необходимо для действия за границей. Маргарита Анатольевна, у нас поднакопились уже вопросы от телезрителей. Давайте их рассмотрим. Могу ли я вставить на льготную очередь на постройку жилья, если живу с мамой в однокомнатной квартире? Метраж. Всего 44, жилая площадь 16. Ну, здесь надо смотреть, какие нормы установлены. Норма у нас менее 15. Если не получается, значит, не поставят на учет. А можно ли оспорить завещание? Если да, то что для этого нужно сделать? Ну, можно оспорить любой документ, потому что сделки оспоримы, и завещание тоже оспоримо. Но для того, чтобы это сделать, надо доказать, что завещание, которое сделал наследник, наследодатель, оно было сделано либо под принуждением, либо он не понимал своих действий, либо в тот момент он был недееспособным, но не был признан недееспособным в суде. То есть нужно доказать обстоятельства, по причине которого человек хочет признать завещание недействительным. Тем более, что у нас состязательность процесса, если мы хотим признать его завещание недействительным, значит, надо представлять доказательства это. То есть в судебном порядке. А лучше, если есть имущество, завещать его кому-то из близких родственников, либо подарить? Что вы рекомендуете? Ну, этот вопрос, вот вы знаете, все время задает народ наш. Но тут надо просто рассуждать, что мы хотим. Мы хотим сейчас прямо распрощаться со своим имуществом, да, и хотим, чтобы оно перешло к другому. Со своими родственниками. Да, перешло к своим родственникам. Либо мы хотим, чтобы это случилось после того, как наступит факт смерти. Вот завещание как раз это распоряжение на будущее, после смерти. А дарение, это значит, сегодня мы оформляем договор дарения, и происходит переход права другому человеку. Ну, стоит это делать или нет, решает сам человек. Но такая практика распространенная. Да, распространенная практика. Можно ли вносить изменения в брачный договор по ходу возникновения необходимости? Да, брачный договор это такой же договор, как и все остальные, гражданско-правовой, и в него вносятся изменения, если они не противоречат кодексу о браке и семье. Ну, я думаю, что на самом деле мы же растем, взрослеем, семейный стаж прибывает, появляется новое обстоятельство. Да, прибывает и имущество, и другое что-то такое. Да, вполне реально, есть такие соглашения. То есть можно. Это нужно делать у того же нотариуса? Нет, это можно у другого сделать. Поднять этот договор можно с любым специалистом. Так, сейчас обновился портал. Разводимся. Какие есть варианты уплаты алиментов, не подавая иск в суд? Ну, у нас же существует принудительный добровольный порядок уплаты алиментов, поэтому если все нормально, а разбудятся это, в общем-то, по одной причине, а дети это совсем другое. Тут уже никто не решает прав и обязанности по отношению к детям. Поэтому если цивилизованно решить эту проблему, то можно добровольный уплата, порядок предполагает, что можно написать заявление в бухгалтерию, бухгалтерия будет удерживать и отправлять на счет. Можно сделать соглашение об уплате алиментов у нотариуса, пожалуйста, тоже определить. Единственное, если в таком соглашении требует закон, в таком соглашении, чтобы размер алиментов не был ниже установленной нормы законодательства. То есть если оба супруга согласны, на приемлемые условия можно отправиться к нотариусу, заключить это соглашение об уплате алиментов. И в дальнейшем уже эту тему при разводе не поднимать. То есть ее можно уже не обсуждать. А если после этого супруг захочет изменить условия? Ну, если он захочет изменить условия, то, как и в любое соглашение, вносится согласием сторон. Если нет, то закон говорит гражданский год, что в судебном порядке. По наследству от отца нам троим, мать несовершеннолетняя сына и дочь, перешла машина. Можем ли мы ее продать? Если вы оформили все на нее, как положено, и есть документы, удостоверяющие право собственности на эту машину, то, в принципе, с согласия всех долевых со собственников, можно продать эту машину. Вот очень интересный вопрос в продолжении нашего разговора о брачных договорах. Скажите, пожалуйста, можно ли заключить брачный договор перед разводом? Ну, если исходить из семейного права, то договор брачный введен был для того, чтобы укрепить семейное правоотношение. Он заключался как раз в этих целях. Определить так, чтобы было легче руководствоваться в браке своими правами и обязанностями. Поэтому, если человек со своей супругой придет к нотариусу, вот лично ко мне, если пришел, сказал, что мы разводимся и хотим заключить договор, то я бы такой договор не заключила, потому что он не соответствует основной цели и является фиктивным. То есть, а если не сообщать нотариусу, с какой целью мы будем заключать? Нотариус, между прочим, пытает. Пытает? Пытает, расспрашивает, уточняет и подводит к тому, что, как правило, люди признаются в том, что они хотят именно сделать это перед расторжением брака. Послушайте, ну а почему нет? Мне кажется, это тоже хороший способ избежать суда и неприятности, связанных с суда. Это с разделом имущества, связанным. Формально, формально, знаете, как бы мы все-таки объясняем, что развод – это такое дело, которое завязано не на имущество, а вообще на распад семейных правотношений. А врачный договор, как правило, больше решает имущественные отношения для того, чтобы в судебном порядке было легче разделить это имущество. Поэтому, наверное, он все-таки направлен, в данном случае будет направлен не на укрепление семьи, а на упрощение раздела имущества, потому что это связано с государственной пошлиной преподачей иска, это связано с длительностью сроков рассмотрения. Конечно, с брачным договором это все проще, потому что везде написано расторжение брака, раздел имущества по одной, второй каждому, если иные условия не уговорены брачным договором. Поэтому я рекомендую заключать под отлагательным условием брачный договор. То есть, когда сговариваются о свадьбе, заключить брачный договор, определить на будущее еще, не между супругами, потому что такое право есть. Этот договор вступит в действие тогда, когда заключен брак будет. И вот уже определить, тут уже как бы понятно, мы сговорились, и мы исполняем этот договор. Вот это, вот тут, я думаю, действительно будет укреплять земляные права. Ну, слушайте, ну, совершенно молодые люди, влюбленные, которым еще кружит голову, и которые, конечно же, не могут представить себе ситуацию, что они придут разводиться, делить чашки, ложки. Ну да, это для более зрелых людей, которые вступают в брак, уже, так сказать, в среднестатистическом возрасте брачном, они в 19 лет, 19 лет действительно, я согласна с вами. Ну, хотя бы зрелые люди, они приходят со своим имуществом уже. Вот и в 19 лет люди зрелые, а в 40 нет. Это от возраста не так прямо зависит. Ну, а может ли нотариус подсказать, какую норму им стоит обсудить? Конечно. И включить в этот договор? Потому что мы же очень о многом не можем даже подумать. Брачный договор – это очень серьезный договор. Он требует очень большой работы и обоснований правовых. И, конечно, нотариус, прежде чем его составит, рассказывает основные правовые основы этого договора, условия, какие можно включать, как это делается. Выпытывает, в общем-то, какое имущество, какое добрачное было, какое, в общем-то, нажито в браке. Нет, нотариус очень долго работает. Составит проект договора брачного много времени занимает. То есть это не вариант, ну-ка, что вы там принесли, да? Подписали, разошлись? Нет, 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 нет. Это большая творческая и правовая работа. Очень, да, я бы рекомендовала, конечно, всем здравомыслящим людям эту работу не упустить при подготовке к свадьбе. Ну, я хочу сказать, что пусть лучше не разводятся и не делят имущество. Пусть лучше браки наши будут крепкими, потому что, к сожалению, они очень часто распадаются. Но вместе с тем, если это будет укреплять семейные отношения, то надо как можно чаще этим заниматься. И как превентивную меру использовать в том числе. Разводимся. Если муж-гражданин Российской Федерации, мы разводимся, дети останутся со мной, старшему 15, с младшим 7 и 4. Ну, в данном случае, надо сказать, что тут не зависит от того, кто какое гражданство несет, но зависит от возраста детишек. Если будет суд, и ребенок старше 10 лет, спрашивают, судья спрашивают его мнение, с кем бы он хотел проживать. Поэтому тут, в общем-то, вполне реально, чтобы один из детей дал согласие и стал жить с отцом. Но суд рассматривает это все с применением всех общих правил, в том числе, как проживает мама, как будут проживать дети с ней, какой у нее доход, какой доход у отца, как характеризуются родители, кто, как относится к ним. Здесь заключение органов опеки и попечительства спрашивается. Это очень серьезный вопрос, потому что, как правило, для детей развод ничего не означает. Родители остаются родителями. И вот тут уже как бы смотрят, как это может повлиять на психику ребенка, не повлияет ли на будущее его. Но ребенок 15 лет и ребенок 7 лет... Конечно. 15-летний может уже выбрать, да. 15-летний может выбрать. Если 15-летний заявляет маме о том, что я хочу жить с папой и сменить место жительства, и уехать, к примеру, с папой в другую страну для постоянного проживания, то... Ну, в другую страну здесь разрешение мамы нужно, во-первых, да. Во-вторых, мама может оговорить, и, кстати говоря, есть соглашение о детях еще, мама может оговорить, как встречаться и как видеться с этим ребенком. Ну, вопрос в любом случае сложный. Вот все-таки не зря возникло выражение, что желание спорить порождает судей, а не желание нотариусов. И для того, чтобы не доводить до какого-то острого эмоционального конфликта, лучше предусмотреть заранее, прийти посоветоваться. Конечно. Спасибо огромное за сегодняшний диалог, Маргарита Анатольевна. Спасибо. Председатель Гомельской областной нотариальной палаты Маргарита Жорова была сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание, за ваши вопросы. До свидания. Продолжение следует...